В эфире новости губернии в студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте. Сначала коротко о главных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России уже начали отмечать Международный женский день. С праздником весны поздравили своих сотрудниц в коллективах, в городах и районах. В Самаре торжественное мероприятие состоялось в Театре оперы и балета. И главными его участницами в год 70-летия Великой Победы стали женщины-ветераны. Губернатор вручил правительственные награды и всем дамам без исключения цветы. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Сергеевна Дюкова, жительница Красноглинского района Самары, сегодня приглашена на торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню. К юбилею Победы выпущена медаль от имени президента России Мария Сергеевна в числе награжденных. Для меня этот праздник, день 8 марта, да еще вручить мне медаль 70 лет Победы, это очень-очень для меня радостно. Сейчас губернатор Меркушкин Николай Иванович, это такого, что у нас не было в Самаре, и мы такие рады. То, что Меркушкин продолжает, и надумки его очень замечательные, мы все поддерживаем. Всем женщинам цветы от губернатора, это уже стало традицией праздника 8 марта. В Самаре главные торжества состоялись в театре оперы и балета. Самые почетные участники, женщины-ветераны, им сегодня глава региона вручил медали. Как можно больше уважения, внимания, доброты поколению тому, которое заслужило это. Будем мечтать 70-летие Победы. Мы должны окружить вниманием и заботой людей, которые прошли через войну, люди, которые в тылу трудились для того, чтобы обеспечить победу. Дети войны, то есть дети, которые росли во время войны. Раиса Александровна Горбачева – труженик тыла. После войны работала учителем, отличник народного образования. Сегодня во главе ветеранского движения Кировского района Самары. Огромная вам благодарность за ваш нелегкий труд на благо Самары и губернии. В этом году, в году 70-летие Великой Победы в Самаре и в губернии никто не забыт и ничто не забыт. В адрес ветерана из Княчеркасского района Нины Дмитриевны Мухатаевой звучали еще и поздравления с днем рождения. Участнице Великой Отечественной войны исполнилось 96 лет. На самом деле бесценное состояние нашего общества. Вот те люди, которые выходили, бесценны. Потому что сколько труда вложено, сколько мучений разных было. Пятерых детей вырастило. Пятерых детей параллельно вырастило. С оружием шли мы. Многие женщины с оружием шли. Но мне, конечно, пришлось таскать раненых. Юбилейные медали к 70-летию Победы сегодня получили 7 женщин-ветеранов. И о том подвиге, который они совершили, освободив мир от фашизма, должны помнить все. Вырастить достойные поколения патриотов сегодня стратегически важно для России. В Самарской области идет устойчивая тенденция увеличения рождаемости и прироста населения. Опять же, благодаря женщинам. Свой вклад в здоровье нации уже много лет вносит главный врач 6-й Самарской поликлиники Светлана Леонидовна Гусева. Сегодня страна признала ее заслуги. Ей присвоено звание – заслуженный работник здравоохранения России. Низкий поклон моей дорогой, любимой 6-й поликлинике, с которой мы уже 15 лет идем рука об руку. И низкий поклон нашим дорогим пациентам. Николай Иванович Меркушкин вручил женщинам и региональные награды почетным знаком губернатора. За труд во благо земли Самарской награждена ректор Института культуры. И сегодня хочется поблагодарить правительство, поблагодарить Николая Ивановича, чтобы мы ему поаплодировали за то, что вот он у нас такой замечательный есть. Спасибо. Спасибо вам. И все, что будет зависеть от меня, я буду делать для процветания земли Самарской. Спасибо вам. А ранее Елеонора Александровна возглавляла областной департамент культуры, став преемницей Светланы Петровны Хумарьян, которая руководила культурой 40 лет. А теперь Светлана Петровна – почетный гражданин Самарской области. 6 марта у нее день рождения. И в ее адрес сегодня тоже звучали особые слова поздравлений и благодарности. Олег Зверев, Алексей Вельмискин. Новости губерния. Поздравления, цветы и медали от губернатора сегодня получили и тольятинские дамы. Из Автограда репортаж Евгения Долгих. Учителя, врачи, педагоги дошкольных учреждений, инженеры автоваза и крупнейших предприятий нефтехимии. Одним словом, лучшие женщины Тольятти. Все в одном зале и для каждой букет роз от губернатора Самарской области. Конечно, самые теплые слова в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Им же юбилейные медали к 70-летию победы от президента России. Труженьки тыла очень много пережили всего. Также мы и голод увидели, и холод увидели, как говорят. И лебеду мы ели, и жмахи мы ели. Когда мне 14-15 лет, уже комбайнером работал, на тракторе работал. Нас послали на укрепление Ленинградское, потому что бомбить прямо с первого момента в Ленинград обстреливали. И поэтому нас послали на строительство оборонительных объектов. И ни воды, и ни хлеба. 125 грамм. Каждому ветерану зал аплодирует стоя. Со сцены звучат и благодарности в адрес губернатора. У Николая Ивановича у нас особый губернатор. Таких губернаторов больше нет. Мы его уважаем, любим и ценим. И позвольте мне от имени ветеранов второго квартала обратиться к вам, Николай Иванович. Огромное вам спасибо за наш ансамбль, дружба, которой вы помогли закрепить на Кулибе на 15. Глава региона отметил, что прошедший год, ставший для Автоваза непростым, Тольятти преодолел с честью. И в этом немалая заслуга представительниц прекрасного пола. Губернатор также сообщил, что грядущее 50-летие автозавода будет отмечаться с размахом в несколько этапов при поддержке правительства России. Это позволит решить ряд городских проблем и вообще улучшить имя Штольятти в масштабах страны. Огромной благодарности за ваш труд, за ваше терпение, за ваше понимание, все, что происходит. Те, может быть, трудности, которые, и не только трудности, а проблемы, которые сегодня преодолеваются. Может, даже возникают новые проблемы. Вы, в общем, с пониманием к этим окуститесь. Хотел я пожелать, что везде, в коллективах, в семье, в окружении вашем была такая комфортная атмосфера, которая радовала друг друга, радовали вы друг друга, и которая помогала бы вам достойно, чтобы не стоять на ногах и двигаться вперед. С праздником вас, добра вам, счастья, благополучия и мира нам всем. Также благодарности и почетные грамоты из рук губернатора сегодня получили лучшие работники системы образования, медицины и транспорта. Евгений Долгий, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии. Тольятти. Работы на автовазе хватит всем. Об этом заявил президент завода на встрече с сотрудниками. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, о массовых увольнениях рабочих на предприятии речи не идет. С этого года на заводе переходит на грейдинговую систему оплаты. Зарплата будет начисляться с учетом уровня ответственности, опыта, знаний и навыков и результативности. При этом размер ее не уменьшится, а наоборот в 2015 вырастет. На это в бюджете завода предусмотрен 1 миллиард рублей. Если посмотреть на текущую ситуацию, она чрезвычайно сложная, но у нас есть план. Все будет зависеть от общего объема продаж машин на российском рынке. Для бренда «Ладо» мы произведем от 300 до 400 тысяч автомобилей, в зависимости от поведения рынка и от того, сколько мы продадим на экспорт. Сокращения по рабочим в этом году не будет. О чем говорил президент сегодня на конференции. Мы готовы рассматривать различные варианты в случае ухудшения ситуации по снижению рабочего времени, но сохранению коллектива обязательно. Сокращений, парсис, более той указанной цифры, которая была направлена в начале года, 1100 работников в 2015 году не будет. Экологичные и экономичные стандарты муниципального транспорта уже на дорогах Самары. На маршрут вышли новые автобусы. На этой неделе парк пополнили 82 новых машины. Напомню, ключи водителям вручил губернатор, а уже сегодня преимущество оценили первые пассажиры. Все автобусы работают на газомоторном топливе, к тому же адаптированы для маломобильных граждан. Сегодня пассажиры с утра одни благодарности, довольны, что он такой красивый, нарядный. Даже одна женщина сказала, удобно для колясочек, для мам, для инвалидов. Очень удобно сегодня провозили инвалида, кстати, без ног. Он у нас постоянный такой пассажир ездит. Ну, я считаю, что одни благодарности. Спасибо нашему губернатору Николаю Ивановичу за такую красоту. Вывернули наизнанку и перевернули с ног на голову авторы интерактивной экспозиции. Редкое явление для музеев России – выставка, где все можно потрогать и даже стать частью экспонатов. Уже третий год колесит по стране, и вот добралась и до Самары. Тот самый случай, когда на самом деле все не так, как кажется. Наталья Денисова с головой окунулась в мир иллюзий. Посетители принимают ванну посреди выставочного зала, и здесь такой перформанс никого не смущает. По соседству свысока за всем наблюдает Человек-паук, а мир, кажется, перевернулся с ног на голову. Я даже сейчас смотрю на вас, знаю, что вроде пол тут ровный, а фактически я лежу вот под 45 градусов вниз туда. Музей Алабина превратился в своеобразную фотостудию, где каждый может ощутить изменение реальности. Зачастую мы приходим в музей, чтобы на что-то посмотреть, но только не в этом случае. Мир наизнанку – выставка интерактивная, поэтому многие экспонаты без участия посетителей просто потеряют свой смысл. Главное, попав в мир иллюзий, не потерять свою голову. Иллюзии создавали молодые специалисты, научные работники из Московского государственного университета. Помогали даже студенты из Санкт-Петербурга. Например, экспонат «Чужая тень» и «Их рук дело». Этот экспонат, вроде на первый взгляд кажется, что он похож на какую-то груду металла ржавого, а под правильным углом света у нас получается замечательный вот такой телескоп. Кроме визуальных, на выставке присутствуют тактильные иллюзии. В трогательном домике ничего не видно, зато все можно потрогать. Как тебя зовут? Катя. Катя, расскажи, пожалуйста, про ощущения, вот ты сходила в трогательный домик, что вообще там такое? Страшно. А почему там страшно? Ну, там все темно, там что-то по стенам, там то есть клавиатура, то какие-то мягкие штуки, мячики. А те, кто не успел или не решился испробовать на себе все экспонаты, могут прийти в музей Алабина до 13 мая. Наталья Денисова, Виктор Соколов, Новости губернии. 2,5 миллиона алых роз к 8 марта завезли в регионы за рубежа. Такие данные приводят с Амарской таможни. Всего же в канун праздника контроль прошли свыше 4,5 миллионов цветов. На втором месте по объемам боза хризантема дали гвоздики, лилия и орхидея. Как отмечают в ведомстве, все партии доставлены без нарушений, так что ни возвращать, ни уничтожать, ничего в этот раз не пришлось. Ирина Трофимова, не дожидаясь 8 марта, сама отправилась выбирать букет, проконсультировалась с флористами и с удивлением обнаружила, что сейчас в моде калина и капуста. Цветочная неделя. Десятки заказов и сотни вариантов упаковки и трактовки подарков с ароматом. Цветочные салоны работают в усиленном режиме. Аня, расскажите, что за букет мы сегодня соберем и для кого? Собираем букет мы для коллеги. Он будет преимущественно в желтой гамме, которая в соответствии с легендами как раз направлена на здоровье, богатство, удачу и успех. Вопреки легендам и стереотипам, табу на цвет или на определенную разновидность в сторону. Желтый вовсе не цвет разлуки, да и количество цветов в букете это тоже вопрос спорный. Опять же зависит от традиции, потому что у католиков наоборот принято дарить четное количество цветов. Нечетное там считается, ну, скажем, неплохой приметой, не знаю, как бы там присутствует суверия или нет. Но, тем не менее, они стараются дарить четное количество и четыре розы в шок никого не повергнут, если подарить и во Франции или в Германии. При составлении букетов флористы чаще используют голландские цветы. Пока у нас весна только приближается, у них цветущий сезон как раз в самом разгаре. Классический букет к 8 марта может обойтись в полторы-две тысячи рублей. В остальном же никаких границ для фантазии. В моде оригинальность. Так частью композиции может стать как калина, так даже капуста. В последнее время тенденции поменялись в моде на цветы, точно так же, как и в моде на одежду, например. А нет четких рамок и четких критериев, кому на какой возраст и на какое событие что нужно дарить. То есть, если у женщины любимый цвет розовый, ей можно в любом возрасте подарить какой-нибудь букет с розовым сочетанием. При этом размер букета не главное. Важны детали. Так даже самую простую композицию можно украсить шармом, символом, понятным и близким только самим, получателю и дарителю. Наш букет украсили небольшой фигуркой из швейной машинки. Ирина Трофимова, Александр Харакулько, Новости губернии. Розы и мимозы вместо штрафов и предписаний. В преддверии 8 марта областная госавтоинспекция провела праздничную акцию. Сотрудники ДПС устроили сюрприз для автоледи. Какой знает Анастасия Гончарова. В руках жезл за спиной цветы. Старший инспектор Андрей Штыков сегодня на праздничном посту. Останавливает исключительно дам. Можно вас попросить? С наступающим вас праздником. Ой, спасибо большое. И это еще не все, еще небольшой сюрприз. Без вас бы не было написано ни строчки. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные, жены, мамы, бабушки и дочки. От всей души примите вы поклон от нас. Очень необычно. Обычно ГАИ останавливают, когда что-то нарушаешь там или что. А тут такой раз и сюрприз. Очень приятно, конечно, вообще неожиданно. Инспекторы не только поздравляли автолюбительниц с 8 марта, но и развенчивые расхожие мифы о женщине за рулем. Сотрудники ГАИ утверждают, девушки – одни из самых аккуратных водителей. Мужчины могут поучиться у женщин вежливости, ответственности и, конечно же, внимательности. Яркий пример – Ксения Азыркина. За рулем женщина более 12 лет. Я мало знакома со штрафами на дороге. Я стараюсь соблюдать правила БДД. Но познакомиться вот так вот близко с работниками ГАИ мне получается нечасто. Так что получить такое поздравление мне было вдвойне приятно. Цветы и поздравления в этот день принимали не только самарские автолюбительницы. Акция «Сюрприз для автоледи» также прошла и в Тольятти. Анастасия Гончарова, Александр Дудко, Новости губернии. Красота – действительно страшная сила, особенно если вооружена и владеет боевым искусством. Мой коллега Василий Иванов в канун праздника решил познакомить зрителей с представительницей одной из необычных профессий и, рискуя собственной головой, узнал секреты борьбы УШУ, а заодно убедился – такие женщины сражают на повал. Вместо шпилек – кроссовки, вместо сумочки – рюкзак с формой и чехол с оружием. Каждое утро вместо офиса она спешит в зал на тренировку в любую погоду, в праздники и в будни. Боевые искусства начались для Светланы с каратэ, еще когда училась в школе. УШУ было позднее. Сначала, как и все ученицы, потом соревнования преподавать начала в начале 90-х. Замещала тренера во время разминки. Теперь у самой не первое поколение учеников. Раньше я преподавала спортивный УШУ достаточно долго. И вот сейчас спортсмены мои уже подросли. То есть многим там 20 лет, кому-то 21, кому-то 19. Вступили в институт и немножечко отошли от занятий. Я теперь набрала следующие поколения 3,5 года. Они ждут, когда будет конец тренировки. Потому что в конце тренировки, если они занимались отлично, мы берем с ней палочки и спаррингуем на палках. Минут 10 на смену образа. Теперь уже не хрупкая женщина, а инструктор по УШУ. Тренировки с учениками почти каждый день. Перед соревнованиями каждая мелочь отточена до блеска. По образованию инженер авиадвигателей окончательно все же выбрала профессию, не связанную с техникой. Хотя техник, да и инструментов хватает. В личном арсенале есть место и для мечей, и для кисти. В традиционных единоборствах нужно одинаково хорошо разбираться в основах восточной медицины, философии, каллиграфии, а также владеть собственным телом и оружием. Им может быть что угодно. Например, веер. Вот это вот канонические ситуации, которые вы отрабатывали в упражнениях. А есть ли какая-то нестандартная? То есть, к примеру, у злодея, ну, большое оружие. Меч, например. Впрочем, закончилось все куда быстрее, чем в кино. Оружие перекочевало из рук в руки в считанные секунды. И под угрозой уже нападающий. Все. Все. Только не отрубись в нее голову. Мне еще писать. К счастью, обошлось без жертв. Помимо здоровья и умения защититься, главное, чему учит единоборство, считает Светлана, это не терять головы. Тогда никакие беды не страшны. Василий Иванов, Александр Каракулько. Новости губернии. И на этом все новости. Хороших выходных. И увидимся. В предстоящие выходные синоптики обещают переменную облачность и умеренные морозы. В ночные часы столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза, местами до минус 22. Днем по области от 8 до 15 ниже ноля. На северо-западе регион от 5 до 14 градусов со знаком минус. На востоке и юге 8-16 ниже ноля. Ночью в Самаре туман и понижение температуры воздуха до 11-17 градусов мороза. Днем в столице региона Итальяти переменная облачность без существенных осадков. До 5 мороза и слабый ветер.